Здравствуйте! В эфире ЛРТ, программа «Итоги недели». Меня зовут Андрей Лобанов. Коротко о главных событиях прошедших дней. Это и покосы травы, это пни, это уход за зелёными насаждениями. Этим, конечно, надо заниматься. Владимир Ружицкий провёл выездную инспекцию на велосипедах. С 1 апреля по услуге взносно-капитальный услуг была приостановка на отчислении. Филиалы Единого информационно-расчётного центра возобновили приём граждан. Работа серьёзная. Она не такая уж сложная, но она серьёзная. В городском округе продолжается подготовка к отопительному сезону. Кто хочет быть чемпионом мира? Вот! Молодцы, ребята! Люберецкие шахматисты отметили профессиональный праздник. А теперь подробнее об этих и других новостях. Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающие компании округа. Оперативная обстановка, вопросы пожарной безопасности и содержания территорий стали основными темами совещания. Две тысячи раз на минувшей неделе жители обращались в полицию. 31 заявление послужило поводом для возбуждения уголовных дел. 28 из них правоохранители раскрыли по горячим следам. Основное такое было – это два убийства на Хлебозаводской, дом 5. На бывшем рубине два охранника подрались. Один другому нанесли живое ранение. То есть человек скончался. Следственный комитет проводил проверку. 39 выездов по сигналу тревоги и ликвидация трех пожаров. Такое выдалась неделя у люберецких огнеборцев. Одно возгорание произошло в Люберцах. 15 июля в Люберце деревня Пикаре улица Октябрьская. Заброшенное строение. В результате пожаров пострадавших нет. 66 дорожных рабочих и 27 единиц спецтехники на прошлой неделе задействовали в ремонте и содержании городских дорог. Рабочими выполнялись задачи летнего содержания проезжих частей и тротуаров. За порядком на городских и дворовых территориях отвечало почти тысяча человек и 95 единиц спецтехники. Ведутся работы по покосу травы и обрезке кустарников. Выполнена работа по опиловке 14 деревьев и корчеванию 9 дней. Ведутся работы по окрашиванию и ремонту малых архитектурных форм. В единую дежурную диспетчерскую службу 112 поступило более 9 тысяч обращений от жителей. Все сотрудники продолжают работать в усиленном режиме. На телефон горячей линии администрации 31 обращение поступило по опросам работы жилищно-коммунального комплекса. По 6 обращений связаны с вопросами экологии, содержанием дорог и тротуаров. 8 обращений поступило по благоустройству городской территории, 4 по работе уличного освещения и 3 обращения связаны с нарушением закона о тишине. Также участники заседания прослушали доклады о просьбах и обращениях граждан и о том, как шла работа по исполнению поручений главы городского округа Люберцы. Анна Троян, Валерий Абсалявов и Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Выездное совещание на двухколёсном транспорте. Глава Люберец Владимир Ружицкий совершил велообъезд территории. Вместе со своими заместителями он проинспектировал посёлок Красково, а также деревни Марусино и Матяково, что на этот раз попало в поле зрения сотрудников администрации в сюжете нашего корреспондента. Тот случай, когда совмещаешь приятное с полезным. Велопрогулка с коллегами, а заодно и инспекция территории. Проверка началась с улицы 2-я заводская. Первую запись в протокол внесли почти сразу после старта. Некоторые замечания глава округа озвучивает прямо на ходу. Веломаршрут привёл на Красковский карьер. Здесь участники инспекции остановились, чтобы обсудить благоустройство территории вокруг водоёма детальнее. Путь, по которому следуют сотрудники администрации, выбран не случайно. Это места, на которые обратили внимание люберчане в своих обращениях. Поговорились с людьми, с жителями. У жителей, по большому счёту, с кем мы общались, каких-то таких явных замечаний нет. К управляющим компаниям, по содержанию территории, по вывозу мусора. Но они есть у меня. Это и покосы травы, это пни, это уход за зелёными насаждениями. Этим, конечно, надо заниматься. Подобную практику проводить субботние велообъезды Владимир Ружицкий вёл несколько лет назад. Для того, чтобы увидеть все недостатки, это, на его взгляд, самый эффективный метод. В следующий раз глава округа и его коллеги сядут за руль двухколёсного транспорта уже на следующих выходных. В городском округе продолжается ямочный ремонт во дворах. На придомовых территориях уже ликвидировали более 4,5 тысяч выбоин. Наша съёмочная группа увидела, как проходит работа на северной стороне Люберец. Зима оставила после себя более 5700 ям во дворах Люберецкого округа. Эту цифру озвучили после проверки благоустройства придомовых территорий. Информация о каждом дефекте на дорожном полотне занесена в единую электронную систему. На сегодняшний день в округе ликвидировали большую часть оцифрованных ям. Мы на сегодняшний день выполнили более 4,5 тысяч ям и ставлю задачу, чтобы в ближайшее время все остальные ям были заделаны. Осталось чуть больше тысячи, но ставится задача в течение двух недель максимально. Сотрудники управляющей компании ЛГЖТ следят за состоянием тротуаров и проезжих частей между домами, несмотря на то, что ремонт дорог не входит в перечень их обязанностей. Мы эту работу берём на себя, потому что мы не можем подвести ни наших жителей, ни их доверия к нам соответственно. В первую очередь, конечно, мы стараемся делать те ямы, которые могут послужить причиной травматизма жителей, то есть при выходе из подъезда, чтобы не подвернуть ногу. От момента обнаружения ямы до её устранения проходят максимум три дня. В зоне обслуживания Люберецкого городского жилищного отреста цифровано более 2,5 тысяч ям. Со своей задачей управляющая компания справилась на 100%, но она постоянно на связи с жителями округа. Обращения принимаются на портале Добродел, либо в соцсетях главы городского округа. Луиза Игазарян, Валерия Псалямов, телеканал ЛРТ. Люберецкий округ продолжает подготовку к зимнему отопительному сезону. Ремонтные работы и на теплотрассах идут полным ходом. На обновление одного из участков побывали и мы. На улице Федянина, в Красково, раскопки ведутся сразу по обе стороны Егоревского шоссе. Причина – замена двух труб теплопровода. Работы технически сложные, сроки сжатые. Демонтаж старого и прокладку нового участка специалисты должны завершить в период профилактического отключения горячей воды. В чем, скажем так, технологическая сложность? В том, что с одной стороны Егоревского шоссе глубина залегания 3,5 метра, а в районе Федянина-1, это на той стороне Егоревского шоссе, значит, 6,5 метров. Поломок на этом участке в отопительный сезон допустить нельзя. Эта магистраль должна без перебоев снабжать теплом и горячей водой почти 1200 жильцов, восьми близлежащих домов, а также один детский сад. Работа серьезная. Она не такая уж сложная, но она серьезная, она где-то затратная. Но в теплосети квалифицированы профессиональные люди, которые эту работу, я думаю, в ближайшие максимум две недели завершат. Закончить ремонтные работы и благоустроить территорию на этом участке планируют 3 августа. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Июльский дождь. Графику не помеха. В округе идет благоустройство дворовых территорий. Старт работ на одном из участков посетила наша съемочная группа. Работы по обновлению территории возле дома 364 на Октябрьском проспекте идут полным ходом. Первый этап – укладка специального покрытия для детской площадки. Совсем скоро двор здесь будет выглядеть по-другому. В данном дворе ведутся работы по установке детской площадки площадью 100 метров. Горка будет, карусель будет, песочница, две лавочки. Возле площадки заменят освещение и засеют газон. Помимо этого территория получит 2300 квадратных метров нового асфальта. Вместе с жителями старт работ проконтролировал глава округа Владимир Ружицкий. Здесь пройдут работы полным ходом. Все в графике. И понятно, что через пару недель здесь все будет оформлено, сделано. И детишки получат свою радость, потому что будет хорошая, комфортная детская площадка. В начале года обновить планировали 68 дворов. Из-за пандемии коронавируса эти планы пришлось скорректировать. Финансирование было сокращено в два раза. В этом году реновация ждет только 34 участка. Есть первоочередные задачи этой подготовки к зиме. И там нужны деньги, потому что зима придет. И мы не можем зимой, когда не будет тепла, либо не будет воды в доме. Мы не будем рассказывать людям, что у нас была пандемия, и поэтому нет тепла. Поэтому понятно, что сегодня мы ищем финансы. Но в первую очередь мы их вкладываем туда, где крайне необходимо. Этот и другие дворы благоустраивают по результатам голосования на сайте Добродел. Все работы планируют завершить в сентябре. В городском округе Люберцы филиалы единого информационно-расчетного центра возобновили очный прием жителей. Как работают офисы и организации после снятия ограничений, выясняла наш корреспондент. Оплатить квитанцию и сохранить здоровье, рассчитаться за услуги ЖКХ, привычным для многих способом снова возможно в офисах Мособл ЕРЦ. Только теперь соблюдение всех норм санитарной безопасности. Обязательно как для посетителей, так и для сотрудников. На полу – разметка социальной дистанции, на входе – дезрастворы для рук. Посетителям напоминают о средствах индивидуальной защиты. Менеджер, который работает в зале, также оснащен перчатками, маской и защитным экраном. При входе у нас висит график дежурства, то есть помещение все проветриваются и производят дезинфекцию. Также в наших офисах происходит обработка поверхности дезинфицирующими средствами. Это проводится каждые два часа. Сотрудники расчетных центров принимают не только оплату за услуги ЖКХ, но и консультируют жителей. За три месяца дистанционной работы в период пандемии у Люберчан накопились вопросы по тарифам, по корректности выставления счетов. В ближайшее время, по словам сотрудников, у собственников появятся вопросы о сумме платежей за капремонт. С 1 апреля была приостановка по услуге взносно-капитальный услуг, была приостановка на отчисление. С 1 апреля по июнь включительно. Сейчас, в период, когда будет выпуск ЕПД за июль месяц, данная строка у нас вновь будет в ЕПД. С учетом долга прошлого периода. Возобновить живую работу с клиентами расчетному центру было необходимо. За период самоизоляции у населения накопились долги по оплате услуг ЖКХ. Платить по счетам онлайн научились не все. Разные бывают ситуации. То неудобно, или там, допустим, интернета нет, или еще что-то, а прихожу сюда. Как когда? Вот в прошлом месяце в этом офисе, так периодически онлайн. Решить вопрос по переплате, по квитанции. Да, вопрос решили, я очень благодарна. Написала заявление. Вопрос, в общем-то, решен. Спасибо. Регулярная и полная оплата счетов жителями влияет на подготовку округа к зиме. Чтобы вовремя завершить все ремонтные работы, ресурсоснабжающие организации должны иметь средства для расчета с поставщиками услуг. Своевременный старт отопительного сезона зависит от каждого из нас. Александр Колганов, Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Малаховке работает одно из крупнейших предприятий по производству безалкогольных напитков. С самого дня основания производственной компанией лидер руководит Евгений Клинецкий. Он отметил свое 60-летие. Поздравление юбиляр принимал от коллег, представителей Люберецкого бизнес-сообщества и Владимира Ружицкого. В день юбилея награда нашла своего героя. Так Евгения Клименцева поздравил глава Люберецкого округа. Именинника Владимир Ружицкий застал на рабочем месте. На главной площадке предприятия «Лидер» в Малаховке. Можно сказать, второй его дом? Была идея, по сути, с чистого листа ты сотворил то, что сотворил. Не всем это удается. У нас на территории Люберецкого городского округа таких парней единицы. К тебе за это огромное спасибо. Мы регулярно твою воду употребляем. И если я где-то вижу, где-то вот эту гордость и всем рекламирую, то я говорю, мы это у нас. Более 25 лет у штурвала большого корабля под амбициозным названием «Лидер». А начинал свой бизнес Евгений Клеменцев с маленького производства газировки и огромной любви к своему делу. Преданность работе и трудолюбие помогли предприятию пережить лихие 90-е. Дальше больше. Удалось занять свою нишу и удержаться на рынке. Сегодня это три крупных завода и 250 видов продукции, которую можно найти на прилавках по всей России. Мне нравится газировка, на самом деле. И вы до сих пор ее пьете? Я до сих пор ее пью. Мы просто хотим быть лучше и все. Мы работаем над тем, чтобы стать лучше и делаем это каждый день. Просто трудимся каждый день. Процесс, который требует настойчивости и упорства. И приложенные усилия оправдаются. Ведь в планах у юбиляра не останавливаться на достигнутом. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. 16 июля рестораны, кафе и буфеты возобновили свою работу. Однако теперь общепитам приходится соблюдать новые санитарные нормы и стандарты. Как справляются люберецкие заведения, проверил глава округа. Всем привет! В эфире Афиша. С вами я, ее ведущая Анна Троян. К сожалению, это не более чем приятное воспоминание из жизни до пандемии. Съемки программы Афиша пока на паузе. Все развлекательные центры и рестораны открыты. Однако массовые мероприятия пока под запретом. Режим никаких больше вечеринок пока не отменили. Но затосковавшие по развлечениям вне дома и этому рады. Даже в будни на досуговых площадках, в боулингах и развлекательных центрах. Многолюдно. Очень скучали по развлекательным центрам. Внук вообще был в печали, потому что он вообще любитель. Ну а мы уже с ним вместе в это очень скучали. Прям праздник сегодня для души. Праздник пришел еще и на улицу владельцев развлекательных центров и общепитов. Правда, по сограничительное время продиктовало новые условия. К стандартным требованиям СанПИНА добавились противовирусные. Маска и перчатки у персонала теперь обязательны как униформа. Всех работников тестируют на ковид. Состояние здоровья проверяют и у клиентов. На входе посетителей встречают с прежним гостеприимством, но с термометром в руках. Вместе, пожалуйста, можете измерить вам температуру? Измерить? Да. Безопасность в заведениях сделали удобной. Повсюду расставлены санитайзеры. Дезинфекции подлежат абсолютно все поверхности. А это перила и ручки дверей, игровой инвентарь и мебель. Хоть и меню обрабатывается после каждого гостя, все же некоторые боятся заразиться. На этот случай в руководстве ресторана есть особая функция. Меню по QR-коду, одно ловкое нажатие пальцем и все блюда у вас в телефоне. Первыми на ковидные новшества перешли летние веранды. Они возобновили работу еще 12 июня. Но, несмотря на это, признаются рестораторы, сейчас тяжело нагнать былую выручку. Прибыль сократилась вдвое. Спасла поддержка государства. Ресторанный бизнес попал в список наиболее пострадавших отраслей экономики. Поддержка государства очень ощутима была. Мы получили выплату на каждого сотрудника. Это позволило нам сохранить наш штат и, в общем-то, как-то проще пройти этот сложный период. Были выплаты за апрель и за май месяц. Вернуться на прежний уровень сейчас мечтает 179 люберецких развлекательных заведений. Пандемия пандемии, вирусом вирусом, а жизнь берет свое. И она возьмет свое. Поэтому я надеюсь, что в самое короткое время мы вернемся на те горизонты, которые были у нас там в феврале до марта месяца. И этого все ждут. Мы понимаем, что в таких непростых условиях надо помочь, как говорят, материально, финансово нашим предпринимателям. Потом это все вернется в сторис. Поможет также полное снятие ограничительных мер. Но пока остается только ждать массовый наплыв клиентов. Сейчас разрешено не более половины от полной загрузки помещений. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Новый детский сад в поселке Мирный распахнул свои двери. Теремок примет 360 малышей. Открытие дошкольного учреждения особенно важно для нового микрорайона. Детсад – первый соцобъект в ЖК Томилина парк. Все прелести детской жизни Виктория Малканяна ощутила сполна. Новые друзья, игрушки, мебель и отзывчивые воспитатели. В этом теремке все с заботой о малышах. Мне нравится детский сад, и у меня очень-очень много друзей. И у меня очень много игрушек в этом детском саду. И мы с всеми играем. Детский сад Томилина парке с нетерпением ждали как дети, так и их родители. Дошкольное учреждение пока единственное в новом микрорайоне. По случаю открытия в теремке устроили большой праздник. Для всех гостей концерт от новоиспеченных воспитанников. И наопутственные слова от застройщика и главы округа. Самое главное – это педагогический коллектив, который является душой, который все организует, мобилизует. И детишки просто должны получать и радость, счастье. И желательно, чтобы со слезами уходили домой. А малышам в новом саду понравилось. Постарались создатели проекта. Теремок – это воплощение маленького городка для юных жителей. На его проспектах, бульварах и аллеях расположились 15 групп, в том числе две ясельные. Внутри – просторные игровые и комнаты для тихого часа. А спальни в теремке – в лучших традициях детских садов. Просторно, уютно, свежо. Здесь дети увидят самые сладкие сны. В трехэтажном теремке есть все и для развития детей – музыкальные и физкультурные залы. Также работают кабинеты логопеда и психолога. Из-за студия – компьютерный класс. Пищеблоки уже готовят вовсю. Коллектив детсада укомплектован. Я познакомилась с девочками, которые уже работают. Очень творческие люди, желающие работать, дарить сердце детям, помогающие во всем и учитывающие потребности и особенности деток. Детский сад готов принять 360 малышей. Пока есть хороший резерв. Сейчас выдано 235 путевок. Всего в огромном строящемся микрорайоне мест хватит для всех детей. В Томилино-парке построят еще четыре детских сада и другие социально значимые объекты. Планируется размещение из социальных объектов трех школ. Здесь будет поликлиника, здесь будет отделение полиции отдельное. Здесь будет много различной социальной инфраструктуры, которая будет находиться на первых этажах, живых и нежилых корпусов. Здесь будет устроена инфраструктура для размещения транспорта. Соответственно, будут устроены все необходимые проезды и выезды на близлежащие трассы. Также в этом году новый детский сад увидят жители Новокросково. Его открытие запланировано на конец 2020 года. Анна Троян, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. Врач. Профессия благородная и важная. Операции, которые проводят доктора отделения хирургии новорожденных, Центра охраны материнства и детства, еще и уникальны. За тем, как здесь лечат самых маленьких пациентов, наблюдал наш корреспондент. Даша перенесла свою первую операцию в день появления на свет. Чтобы полностью избавить маленькую люберчанку от врожденной патологии кишечника, в общей сложности потребовалось три хирургических вмешательства. Сейчас девочке девять месяцев. Ее здоровью и полноценной жизни уже ничего не угрожает. На самом деле мы не ожидали, что такой высокий уровень будет здесь, как квалификации персонала, так и технической оснащенности. И сейчас мы понимаем, что нам именно повезло. Мы безмерно благодарны Николаю Федоровичу Щапову, всей его команде, за то, что они работают не просто максимально профессионально, но и за то, что они вкладывают душу в свое дело, душу в наших детей. Лазерные операции, проводимые в Люберцах, уникальны. Технологию, которую внедрил Николай Щапов и его команда, в хирургии ранее не использовали. Эта методика позволяет делать операции новорожденным детям весом от 400 граммов с минимальными кровопотерями. В настоящий момент мы соперировали 28 детей при помощи лазера. Мы имеем мощное отделение реанимации, мощную педиатрическую службу, мощную диагностическую службу, которая позволяет лечить даже сложные пороки. За год здесь проходят лечение почти 900 детей с различными врожденными пороками. Им делают более 500 сложнейших операций. Подчиненные Николая Щапова говорят, что на нем держится все отделение. Его выхода из отпуска ждут и пациенты, и коллеги. После выхода из отпуска как-то все набирает обороты, все становится более интересно, мощнее, операции интересные. Дети тяжелые, которые в то же время выздоравливают. Николай Федорович, он учит очень многому у нас, в том числе всех врачей, даже тех, у кого большой стаж. Он рассказывает о каких-то новых технологиях, о том, как можно сделать. И ты понимаешь, что ты должен соответствовать этому уровню. Николай Щапов – участник премии губернатора Московской области «Мы рядом». У люберчан еще есть время поддержать своих земляков. Народное голосование за номинантов завершится 28 июля. Александр Колганов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Международный день шахмат Люберецкий округ отметил турниром на открытом воздухе. В интеллектуальных поединках сразились дети в возрасте от 6 до 14 лет. За спортивным соревнованием наблюдала наша съемочная группа. Федя Фоменко научился различать фигуры на шахматной доске, когда ему было 4. Сейчас юному спортсмену 6. И он уже участник 20 турниров и обладатель третьего юношеского разряда. Другими видами спорта я хуже занимаюсь, а шахматами я очень занимаюсь. Потому что я в другие какие-то занятия редко учусь, а в шахматах часто. Мне нравится, когда мне грамоту дают, медаль. Медаль не одна, по-моему, а кубка 2, по-моему, грамот 5 или 6. Помимо наград, тренировки приносят и другие плоды. Баталии на черно-белой доске развивают внимание, усидчивость и логическое мышление. Родители юного гроссмейстера уверены, игра в шахматы – отличная база для будущей жизни успешного стратега. По словам мамы молодого шахматиста, интеллектуальная игра – занятие семейное. У нас старший брат Лёва играет в шахматы, папа немножко играет, и Федя за ними тянется, вместе с ними играет. И ходит, занимается в детский центр. Ему очень нравится, он постоянно хочет на турниры именно есть, потому что там соревновательная такая система. Кто хочет быть чемпионом мира? Поднимите руки. Вот, молодцы ребята. Будущие шахматные короли встретились на праздничном соревновании возле Дома офицеров. 20 юных спортсменов борются за 6 наград в двух возрастных группах, до 10 лет и старше. В Люберце у нас шахматы на подъеме. Во-первых, наша команда люберецкая, взрослые, чемпионы области в прошлом году были. У нас много детей перспективных, которые были тоже чемпионами области. Есть еще дети, которые подходят уже к уровню высокому. Но все впереди. Главное играть, и будет результат. Интеллектуальная игра набирает популярность в регионе. Шахматные столы появились во многих скверах Подмосковья. В честь праздника партия «Единая Россия» организовала подобные турниры по всей области. Мы, в свою очередь, выступаем спонсорами проведения турниров, как детских, так и юношеских, так и взрослых. В парке, в муниципальных образованиях начинают играть и дети, и взрослые, и семьи про это время. И у нас, надеемся, что будущие шахматисты мирового уровня именно будут выращиваться в таких условиях. В праздничном турнире Федя занял третье место. Но домой братья Фоменко принесут две награды. Восьмилетний лев в своей возрастной группе выиграл золото. Александр Колганов, Валерий Абсалямов, телеканал ЛРТ. 1 августа откроются столичные театры. Одним из первых своей двери распахнет музыкальный театр под руководством Геннадия Чехачева. К долгожданной встрече со зрителями готовятся все. Пока творческая группа репетирует, остальные сотрудники учатся работать по новым правилам, соблюдая все меры санитарной безопасности. Там его в один присест, саломей-разбойник съест. Люд спеет, пожалеет, что в зитьях царю полез. Работа кипит в каждом уголке театра. За живые репетиции артисты взялись рьяно и с большим энтузиазмом. Команда готовит сокращенный репертуар. Шесть лучших постановок. Это излюбленные мюзиклы, опереты, спектакли для взрослых и детей. Первой, после долгой разлуки с театром, зрители увидят сказку «Золушка». «Золушка» в нашем театре – это праздник, это бал, это танцы, это песни, это все. И старая всем знакомая история про «Золушку», которая рассказана нашими артистами немножко по-новому, может быть, где-то. И это история о добре, о любви. Мы с нетерпением ждем встречи и очень хотим уже поскорее, чтобы начались спектакли. Очень ждем. Мы все готовы, в полной боевой готовности. Артисты ни на день не оставляли любимое дело. Дома тренировали навыки, участвовали в онлайн-спектаклях. Из режима онлайн в реальный актеры перешли полтора месяца назад. На репетиции мы застали заслуженную артистку России Татьяну Петрову. Сейчас у актрисы занято все время. Она задействована почти во всех спектаклях. Когда мы вышли на работу, мы все обрадовались, потому что можно репетировать, можно что-то делать. От встречи со зрителем мы ждем радости. Мы ждем этих эмоций, которыми можно подпитывать артистическую среду. Вместе с артистами в этом сезоне на сцену выйдет оркестр. И это не просто интересная задумка режиссера, а требования, продиктованные современностью. В оркестровой яме соблюдать социальную дистанцию невозможно. Рассчитано так, что оркестр будет сидеть на сцене, чтобы мы не спускались в яму оркестровую. И сцена достаточно большая, чтобы нас всех комфортно и безопасно разместить. На самом деле это та же самая работа, которая была всегда, просто в каких-то условиях физических, которые мы должны соблюдать. Зрителям в музыкальном театре Чехачева тоже будет безопасно. На входе измерят температуру, а маски, перчатки и антисептик выдадут бесплатно. Билеты продают строго в шахматном порядке. Театралам стоит поторопиться с покупкой, ведь мест на спектакле стало меньше. Показ постановок стартует 1 августа. Анна Троян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей смотрите на нашем сайте lrt.cv и в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова